Не подскажете, как пройти на пляж и говорит, sorry, bitch. Кто хочет прыгнуть? Есть ли желающие? Александр Пилот. Вообще лед, да? Я по пиву посмотрю, я по пиву ориентируюсь хорошо, по ценам. Всем доброе утро, наступил второй день нашей телестройки. Здесь нет центрального отопления, кондиционер здесь у нас играл роль обогревателя. Ставили их на тепло, потому что 12 градусов, это все-таки прохладновато. Как на дичули, потихонечку просыпаются. В общем, наступил новый день, и мы идем на поиски новых приключений, а точнее идем арендовать точилу. Мы малость блуканули. Sorry, bitch. Туда? Bitch. No, no. Туда. Заметьте, что у нас Сюха сейчас подходит к людям и говорит, не подскажете, как пройти на пляж, и говорит, sorry, bitch. Сюха. Ну ты что, будешь сегодня плавать? Ты что-то там вроде собирался вчера. Проблема здесь с тротуарами, это еще как бы нормально тротуар, тут бывает вообще, что просто их нет. Слушай, у нас, мне кажется, могло бабулю подразвести. Бля, как это так, да? Вот вроде по ориентируем все так, а... А что это нихуя не так? Вот это движение, короче, не такое, как у нас, немножко выводит из колеи, выбивает. Вот дальше можешь сюда залезть. Это розовый фламинго? Да, это розовый, это статуя розового фламинго. Прям сегодня небольшой оглукал. Вот, короче, вот про вот такие тротуары я вам рассказывал, то есть их практически здесь нет. Здесь есть вообще переходный переход, да? Да-да, есть, но, есть, но он, наверное, не работает. Придется, короче, перебивать, как мы любим. По беспределу будем действовать. Всю, побежали. Прыгай под колеса. Сейчас пойдем, возьмем. Возьмем себе какую-нибудь формулу 1. Сейчас Саша скажет, сори, бич. Мы дошли до аренды автомобилей. Прайс. Вы хотите зарендовать автомобиль? Да. Автомобиль? Да. Автоматик. Автоматик. Мини? 4 дней. 4 дней. Франшиза, депозит? Нет. 130 евро на 4 дня. 130 евро на 4 дня. В общем, тачку нам взять не удалось. Что-то мы, лично я не особо еще понял. Ну, в общем, что там он нам говорит, что 130 евро на 4 дня. И если что-то случается, то 500 евро с вас. То залог вносить не надо, но если какая-то там авария или что-то, то 500 евро. Мы что-то очканули, братья у него машину. И сейчас там Ксения еще дома списывалась с каким-то мужичком. В общем, она ему сейчас напишет. Ну и посмотрим, может быть, он нам машину прикатит. Если мы сегодня машину не снимем, говорю, нам весь день теперь здесь ходить. Солнышко припекает и прям реально чувствуется уже такая весна. М-м-м, гайф. Солнышко припекает и припекает и припекает. Смотрите, здесь трактор проходит, вычищает пляж от грязи. Ну что ты? Хороший. Мне кажется, мы в Греции в таком купались. Да? Да. Дашка уже хочет загорать. Название какое у кафе? Понос стейкхаус. Понос будет после. Идем возле какого-то такого сооружения старенького. На форт похоже. Велосипеды есть. Не-не, ботероллер. Скутер. Скутер. Ноу? Ноу? А у вас только велосипед, да? Байк. Байк. В общем, велик можно взять 5 евро один день стоит. А мотороллер, говорить нельзя. Что жаль. В принципе, можно было бы на денек взять бы, погонять бы на мотороллере. Ребят, смотрите, у нас дом вот такого вот плана, да? И вот идешь и ищешь, где же наш дом. А они тут все, смотрите, короче, однотипные и реально найти тяжело свой дом. Очень жарко становится прям сегодня. Сейчас мы, наверное, уже скоро и свитер снимем. Ребят, смотрите еще какие как-то суперегольные. Он такой месит. Да? Это на ней... Осторожно. Да, это на ней надо осторожно, да. Слушай, он не ядовитый. Глянь, на нем какие-то вон эти цветочки растут. А ты знаешь, какие цветочки вот эти? Они ночью открываются, если ты руку засунешь, то она руку может откусить. Зашли в магазинчик, взяли пивко и пасту шоколадную. Катя, хеллоу. Хорошо. В каком виде фотографии? Да, фотографии. Видео. Видео пьян? Я манам, эээ, намас парадекса. Эээ, где ты из? Раши. Раши. Ээ, надо париться Раши. Ха-ха-ха-ха. Я себе вот такое пиво взял. Опять за 1 евро. В общем, попиваю пока дешевое пиво. Ну, как дешевое. У нас это было бы не очень дешевое. Обычное. А Дашка себе что подзяла? Как? Кэбри, да? Это сколько стоит? Карнэбри. 2,70. 2,70. Год Монин. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Ну, какая-то авария. 550 евро с нас вычтут. Вот такая у нас будет Мазда. Ну, теперь надо надеяться, что все будет хорошо. Так, а кто знает, куда ехать? Ну, вот тут вот, наверное. Заправляемся сейчас? Да, да, да. Заправка, да. О, блядь. Зеркала. Зеркала, зеркала, вообще видно. Да нет. Так, а бак с какой стороны, кто знает? С... Так, заправляем точилу. 1 евро 245 центов, что ли? Евро 24. Евро 24, да? Да. А вы по-русски говорите, да? Чуть-чуть или хорошо? Да, хорошо. Хорошо? Да. А вы русский, да? Нет. Нет? А кто вы? Болгарин. Болгарин? Да, но Болгарин хорошо. Должно говорить. Так, что, погнали? Ну, то есть, на 35 евро заправить? Да. В общем, мы едем и тренируемся управлению праворульной машиной. Я вообще первый раз еду на праворульной машине, еще и на автомате, и еще на левостороннем движении. Доехали до Ай-Анапы на пляж Нисабичи. Сейчас я вам покажу, как... Дорога на пляж Нисабичи. Дорога на пляж Нисабичи. Дорога на пляж Нисабичи. забегай воду вообще лед да дашка сейчас покажет нам что она что она способна давай даже покажет так как ты будешь покорять преград были на нас ноги не замерзнут а она тепленькая так ну такая ксюха сыкушка ксюха сыкушка пошли ксю пошли блин на полпути у меня все мокры конечно считай пришли там остались сашка а и ксюшка сыкушка и танёк какая водичка вот тут прямо чувствуется да что-то такое бой более до туристическое место у нас там конечно так все приехали в какое-то новое место что тут может быть интересного ветерочек прям дует дует джаз дует что это такое кто знает как всегда пишите в комментариях синее синее море смотрите это пещера это пещера я попал в древнегреческую пещеру погнали да все пещера закончилась но перебомжевать здесь можно темно ничего не видно а похоже все да больше ничего нет погнали красиво мы приехали в городе живем где аэропорт а как вот называется аэропорт 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 да мы там живем да да какой носите как это где мы живем даже как называется здесь я не могу объяснить как каком городе живет в ларна к вот-вот мы там живем и или в ларна да 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 вот такой я по-русски по англиски разговаривая поехали мы приехали на очередное красивое место и вроде бы как он называется мост любви говорит и показывает студия александр пилот продакшн кто хочет прыгнуть есть и желающие место красивое но здесь все закрыто в общем нельзя сюда переходить вот а то типа рождение и нельзя короче заходить или тут все везде колючая проволока приколи нельзя идти а я все равно пролез все теперь надо обратно идти погнали далее в общем мы доехали до конца этой узкой дорожки доехали тут он стоят скамеечки причем тут мы так понимаем можно перекусить с собой взять я прошу прощения очередная остановка на той же дороге и мы сейчас посмотрим что здесь интересного в общем едем далее да что-то погодка малость начинает портить стучки эти правда нависли да это как на марсе понимаешь нашли какой-то столик с центами а кто знает что это такое чем никто не знает но все решили скинуться пойдем дальше там еще таких быть много поберегите пока свою мелочевку дашка меня сбила с панталыгу спустились самый низ горы это вообще короче нечто так уже озеленение сейчас в городе проторась и там нету никого в этом городе короче мы немного шокированы все закрыто никого нет но он еще какой-то супермаркет я заедем идем вот в такой супермаркет л.д.л. булочки печеные я под пиво посмотрю я по пиву ориентируюсь хорошо по ценам по по пивку бухлишко это пиво вообще стоит ого это я щас наберу пивка отлично отлично и вот они ценники на карлсберг ни террасе карлсберг сколько стоит ёпта да ну нахуй вот такого я пивка тут намутил одно крепкое булок нет но но хорошо все выключаем так в общем рассказывают ценники короче набрали вот на на 2273 но это дома там тогда звук только тут главное главное взяли пиво все мы приехали домой нагулялись уже стемнело и в общем не знаю пойдем уж когда-нибудь или не пойдем на кататься на машине уже на сегодня не будем так ребята в общем как обещал показывать что купили на 22 евро давай я рассказывай для раскладывай хотя бы чипсы молоко вот такие булки но все у нас и показывать колбаса 1 колбаса 2 хамон моего еще колбаса булочки такие мы покупали 4 штучки ну и такие и вот такая вот ну как я трошки не цеплю отразно короче булка вот все 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 такое короче сыр вообще там дешевый какой то да почти полкилограмма он стоит там два ерунка это орехи орехи и самое главное и самое главное это пиво? за которое я уже одну баночку выпила вот пиво накупили там по пол евро почти все пиво 0,65 цента 0,75 0,50 по разному сейчас будем дегустировать пиво больше дегустация ребят короче купил пиво вот такое вот крепкое не знаю я лоток первый сделал я что-то это не заснял у меня чуть глаза но лоб не вывезли нет второй глоток уже попроще очень крепко короче если кто любит крепко пиво то берите а так жёстко слышь с такими сиськами не начать не строить это что естественно то не безобразно тем более это красиво давай я дашь как предлагаю если ты не веришь что это действительно красиво давай вот просто покажем подписчикам как торчат сосочки и скажет красиво это или нет Ксюха шутку не оценила сделай какое лицо а ну всё правильно она считает она что там считает я считаю куда мне тебя сдали сегодня а да куда мне двадцатка делась ой блять двадцатку ёпта чевы оставили двадцатку двадцатки там считаешь я вон толчок недавно ходил и десяти евро что ты пожрала сколько это борщица возьмите пожалуйста одежду и давайте пойдем ну нет Саша посадил слышишь швабру не забудь взять смех 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 подъезд помой подъезд помой что тут устроил свинарная прям лимон прям как лимонад слышишь воронеж город куража заряжен как ракета чё это такое а чё зачем мы сюда пойдем а а почему именно сюда а я а я еще со своим пивом вы не против а нет надо пить ну народ давай пивай ты это там много цену в принципе тут не посмотрим я бы вон туда лучше сходил Мне кажется, там посимпатичнее. Слышь, он в том, Даш, Даш, мне кажется, в том глюкальнике посимпатичнее. Здесь вообще буфет какой-то. Пойдем, типа током. Пойдем, да. Ну, тут такое посимпатичнее место. Тут прям так темно. Темно и десно. Саша, вырубаешь, да? Я достал. Я достал всех. Ну, ты отдыхай, отдыхай. Тут очень темно. Наверное, вообще ничего видно не будет. Девчонки тут поназаказывали. Скажи, это Ксюхина. Это Ксюхина тарелка. Ксюха сказал, я все равно все съем. 11 евро на персону, Мизе. Можно заказывать Мизе от двух персон, да? От двух до четырех, ну и больше. Вот. Мы у нее спросили, можно ли нам на четырех персон заказать, ну, как на две персоны. Два Мизе, на две персоны. Она сказала нет сначала. Ну, в итоге Яна заказала на две персоны, Мизе. И в итоге мы троем обожрались и не можем это съесть. Что такое Мизе? Мизе это ассорти из национальных кипрских блюд. Это разные, получается, там, маленькие порции. Ну, как маленькие, блин, они нифига, они маленькие. Огромные, да? Ну, небольшие порции. И там входит в Мизе 14 порций, где-то 14 блюд национальных. Какое 14? Ну, да, написано около 14 типа блюд. Да, ну, это нам все. Нам, по-моему, 11 или 12 порций, ну, блюд принесли. Может быть, чем больше человек, может быть, они еще что-то наготовят. Хрен его знает. Яна, покажи, какой сейчас получился. Сколько? 37, да, евро? Что там такое? А, ну, она тут ничего не вписывала просто, да, 37? Нет, вот, писали почему-то. А, то есть вот, что ты? Вот, микс, грелик, все же. Это наше кинзе на двое и два пива, пять. Все, мы вернулись с очередной прогулки. Так, рассказываю, что мы приобрели. Узо взяли маленькую, 200 грамм, потому девчонки не захотели брать большую. Вот, 200 грамм Узо. Спрайт Узо 3 евро. Спрайт 1,5 евро. И пачка Винстона, вот такого длинного. Сигареты стоят 4 евро. Коктейль «Добрый вечер». Ну, и, наверное, что, сейчас пауза хлопнем и будем отбиваться спать и ждем завтрашнего дня. И я думаю, что, наверное, всем пока. Ребята, мы, короче, находимся на Кипре. Ну, я не знаю, вы не поверите, это, это, короче, это все потому, что мы поднялись в горы.